И всем привет, дорогие друзья! С вами канал BlackHorror, и мы продолжаем играть в игру Firewatch. Ну что ж, мы недавно только что здесь нашли верёвку. Я узнал, как бегать в этой игре, это на букву R. Английскую или корусскую? Так, давайте искать фейерверк. Так, где-то здесь должен быть фейерверк. Да уж, точно не там. Ой, я его слышу, он всё ближе и ближе. Где-то здесь ближе, близко очень. Да, он где-то там. Идём же туда. Так. Ага. Где-то тут. Крепление. Здесь мне нужно прикрепить верёвку. Этот оползин слишком обрывистый. Как, по-твоему, я должен по нему спуститься? Не помню, чтобы он был таким проблемным. У него даже названия нет. А, как насчёт хоум дерьмового босса, из которого я помру? Как насчёт хоум дерьмового босса, из-за которого я помру? Ну, это диалект индейцев обсорока. По-английски, значит, не был в описании работы. Так. Прикрепить верёвку. Ну, вперёд. Надеюсь, не умрём. Нормально. Ай! Не-не-не-не-не! Твою ж дивизию, ну всё-таки свалился. Твою ж дивизию, ну всё-таки свалился. Будь осторожнее. Ладно. Я-то буду осторожнее, но мне тем временем... Нужно добраться... Очень приятное местечко для лагеря, здесь озеро. Я уже несколько лет там не была, но, да, озеро Джонси идеальное. Ладно, идём. Что-то вижу, там горит. Это что? Пивная банка. Рэд... Игл. Не-не-не. Знаешь что? Нахер я не... Чё там? Нахер что? Ладно, я его не смогу до конца дослушать. Я вижу рюкзак. Рюкзаки. Они оставили здесь свои сумки. Те идиоты озера? Да, они... Я только что нашёл, где не тусуюся. Смотри, они косёр решили развести. Знаешь, они даже цветом подчёркнули знак об опасности пожара для безграмотных, но, видимо, это не касается полных идиотов, да? Они оставили пол... полбутылки виски. Неплохо. Пьяные пироманияки. Офигенно. Ох ты. Фэрфартищ. Знаете чё? Оставим себе. Хе-хе-хе. О, фейерверк. Конфиг сковать. Прибраться. Так. Две пары вещей. Ладно. Слышите музыку? Ой, ё-моё. Понятно. Кто там тусуется? Мда. Весело. Ещё один оливчик. Эм, здесь, это, трусы. Что? Что? Не хочу опять произносить это слово. Потому что тебе двенадцать? Так. Ух, а нет, там две женщины или... А, нет, там две женщины, да. Что этот мужик там делает? Знаешь чё? Крутой стерео. Эй! Верни это на место. Серьёзно, он дорогой. А ну завали с фейерверками. Пожалуйста, положи его, мы не будем их больше пускать. Фу, этот мужик жуткий, чёлсы. Знаешь что? Ты... Ты говнюк! Зажгите ещё один фейерверк и следующее, что я сломаю, будь не магнитофон. Свали нахер, псих. Да, пошёл ты! Ты за это ответишь. Ты не можешь домогаться до девушек в лесу. Пошли отсюда. Ну вот и всё. Найти путь назад к вышке две тропы. Блин! Так, у меня ж микрофон чё-то упал. Виняюсь. Так. Так, меня спрашивают, как всё произошло. Я мог слегка погорячиться. Что значит погорячиться? Ну, кое-что из лишних вещей пошло ко дну. Ну, теперь с этим ничего не поделаешь. Не, спасибо, что с ним разобрался, правда. Без проблем. Возвращаемся в лагерь. Я слишком близко пододвинул тут клавиатуру, что уж у меня упал микрофон. Всё, так нормально. Так, найти обратную дорогу? Опа. А как мне вернуться домой? У меня же верёвка порвалась. Ёшкин ты кошкин. Ладно. Сейчас найдём. Дорогу домой? Ну? На верёвке-то и нет. Так. Где нахожусь? Где нахожусь? Здесь не поднимешься. Верёвка. Пошла просто к черте. Да. Ладно. На прицель это очень-то же интересная задача. О! Вот этого я не помню. Можно сюда как-то приподняться? Нет? Проверим. Эй. Я застрял между деревьев. Давай, вперёд. О! Хоп! Это что? Это енот? Енот. Тут верёвка енот. Я тебя не понимаю. Потому что я говорю шёпотом. Потому что ты говоришь шёпотом. Это прикольно. Тихо. Порок, порок, порок! Да! Какого чёрта? Я разгадывала кроссворд, и я поняла, что это за тема. Это фанатическое аммонимум. Порок, порок, порок. Приятного дня. Спасибо. Особенно если я пойму, куда мне идти. Ладно. Могу сюда перелезти? Нет смысла, я всё равно возвращаюсь с собой. Наверное, я зря именно пошёл прям обратной дорогой. Так. Ладно. Давайте, знаете, что я делаю. В общем, в ту сторону никак не вернуться. Посмотрим с этой стороны. Что да как. Ну, вот есть какая-то дорожка. Я хожу, блин, чёртов... Чёртова возьми, кругами. Это не есть хорошо. Туда я уже ходил. Может быть, я вообще зря сюда именно вернулся. То, что я был на озере, мне, может быть, как-то нужно было обойти это озеро. Там, может быть, был с другой стороны проход или что-то такое вроде. Сейчас посмотрим. Для этого нужно сходить туда. Игра даже маленькая, знаете, что будет напоминать? Она будет напоминать игру Колад. Если кто помнит, что это за игра. Там как бы то же самое присутствовал. Сюжет весь разве... Может быть, он не настолько был крут, но он всё же был. Да, видите. Хотя... Знает вообще. Мазера Джонси. О! Действительно, нужно было идти сюда всего лишь. А дальше? Какая-то река. Путь туда. Ладно, пойдём по этой дороге. Как бы всё равно вышка в той стороне. Если я правильно понимаю, я пойду по этой дороге. Так. Бегать сильно не будем. Какой-то прям пустырь. Ну, вроде бы я иду правильно. Послушай, хочу тебе кое-в чём признаться. Что такое? Слушай, прошлой ночью я была пьяна, когда поприветствовал тебя на работу. Ну, что ж, ты не первый начальник, которому я так делаю. Знаю, просто я никогда... Не иногда могу быть через... Чур, назову ли вы... Тьфу ты, блин. На одном случае что-то завис. Ладно, так, чё я? Нужно ответить. Не переживай. Всё в порядке. Я постараюсь вести подобное. К минимуму. В общем, да не знать, как. Доберёшься до... Сайка Норги. Так. Хорошо. Ну, если она начала именно этот разговор заводить сейчас, как мы идём здесь, значит, явно это... Что это значит? Возможно, это значит то, что мы идём... Правильно. Вау. Грызы. Я слышал гром. Да, я вижу бурю к северу отсюда. Это плохо, да? Из-за молнии? Это значит, что нам предстоят дела. Торопись домой. И смотри, чтобы в тебя никто не попал. Не попал молнии. Не то, чтобы у меня был выбор в таком случае. Особенно с им энергичным характером. Ох. Я смотрю, моя шутка не попала в твоё чувство юмора. Ох. Что тебе не нравится? Поток нашей беседы? О, боже мой, дамочка. Искра нашей крепнейшей дружбы. Короче, иди ты к чёрту. Пусть развлекается. Действительно. Один. Два. Три. Четыре. Фонарик. Не работает. О, заработал. Рок. Бросай его. Что за пещера? Что в этой пещере? В Громовом ущелье? В Громовом ущелье? Не я его называл. А в пещере? Не знаю. Камни. Но лес не соответствует заходить глубоко, это довольно опасно. Так и... Так я говорю. Пофиг. Ты взрослый человек. Можешь идти куда хочешь. Отлично. Я раньше кое с кем влазил по пещерам в колорады. И нравилось. Было бы круто следовать эту пещеру. Может быть весело. Само собой. Будь очень аккуратен. Она не выглядит такого же... О, нет! Генри! Серьезно, тут все нормально. Да чтоб тебе. Не, все-таки закрыто. И где? Куда забрался? Ладно. Надеюсь, это тот самый путь. Опа. Здесь какой-то жуткий мужик стоит. Жуткий? Стоп. Он смотрит на тебя? Он смотрит, и еще делает? Я не думаю. Генри, я что-то хотел. Не следовало тебе кое-что рассказать об этом месте. Что такое? Это природа. Да ладно тебе. Все вокруг. И люди вольно ходить... Ходить туда-сюда, это... Ладно, ладно, я понял. Случайно натыкаться на кого-то, это часть усилия. Ладно, там действительно был какой-то силуэт. О! Ты держишь свет, включен по ночам. Я решаю кроссворд. Я много кроссвордов решаю. Блин, столько путей. Понятия не имею вообще много. Ну, знаете, говорю как халат. То есть, тоже такая свободная местность. Только намного интереснее, потому что здесь все-таки присутствует сюжет. Красиво, между прочим. Так. Малышка где-то в ту сторону. Я, значит, иду правильно. Я направлено. Так. Давай. Отлично. Могу перелезть из-за чем-то. Это интересно, там ничего нет. Маму просто по дорожке идти, а я вон по скалам лазил. Ладно. Гром очень реалистичен. Я его ощущаю. Да по полной. Так. Ну-ка, лезь дальше. Знак «Проход» закрыт. Ой. Ух ты, блядь. Черт возьми. Деревянный знак. Что за... сообщить мысли о Форресте Бернс? Не знаю, есть ли другой вымышленный персонаж, которого я ненавижу больше, чем Форреста Бернсона. Кенри, как сотрудник личной службы, заявляю, это предательство. Но не очень пугал в детстве. Он вдохновил меня привезти большую часть своего третьего десятка труда здесь. С тобой психиотерапия в тубе. Хорошо. Спасибо, мамочка. Что это вообще за имя такое? Форрест Бернс. Это каламбур, Хэнк. Изящный каламбур. Я ходил в школу с парнем по имени Ройл Баттс. Ройл? Баттс. Я не думал, что кого-то называют Ройл с 1850-х годов. Ну, мама Ройла Фло была каративной женщиной. Фло Баттс. Господи, это даже хуже... Ну, все же лучше, чем Форрест Бернс. Кто-то влом... вломился. Кто-то что? Они просто... просто разнесли комнату. Мы бросили машинку из окна. Мой твою. Нифига себе. Я сообщу лесной службы о том, что случилось. Здесь что-то написано. Старая бумага. Фото Джулии. Окей, я позвонила. Ясно. Спасибо. У тебя есть идея, как бы мог это сделать? Может, тот мужик, которого видел в ущелье, но ума не приложена хер я ему громить мои вещи. Я попрошу рейнджеров проследить и допросить мужчину одиночку, если таково встретить. Поверить не могу, что кто-то это сделал. Я переживаю по поводу медведей и пожаров и... Все, теперь к этому добавится спятивший турист, которому ходится на дозор. Класс. Хорошо. Утром я позвоню своей подруге Петти, которая работает в администрации в Коди. Она еще с начала времен ведет учет всех, кто использует туристическую тропу. Может быть, она сможет достать список имен? Проблему это не решить, но если что-то случится, мы сможем свериться с ними и узнать что-то полезное. Спасибо. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя здесь в безопасности. Не волнуйся. Ты можешь за себя постоять, да? Уже приходилось. Хорошо, герой. День второй. Вот так вот мы провели первый день. Кто-то вломился и нафиг нам все разнес. Да уж, опасно так вот спать. Наверное. Там дверь-то хотя бы есть? Проснись. Эй, просыпайся. Я встал. Я тут. Что тебе страслось? У нас... Извини, у нас тряслось. Та буря повалила телефонную линию, которую я использовал для связи с лесной службой. То есть мы отрезаны. Я попробовал вызвать их по рации, но... Невозможно. Не понимаю, почему так. Мне сходить и починить? Ну, ты вряд ли сможешь, но ты точно сможешь дойти до места, где провода идут через твою зону. И доложить, если найдешь неполадки. Затем я смогу извести рейнджеры, чтобы кого-то прислали. Хорошо, это я могу. Где она? Помнишь ту пещеру, через которую ты вчера прошел? Да, конечно. Так вот, тебе нужно вернуться туда, пройти ее до конца, и как только выйдешь, продолжишь двигаться на север. Сделаю. Спасибо, Хэнк. Моё имя Гайнри. Что, тебе не нравится Хэнк? Нет, мне не нравится Хэнк. Ну, Хэнк, рифмуется сэнкс. Нет, не рифмуется. Ладно, как хочешь. Ну? Идем? Как-то только вспомню, куда точно идти. Да иду, блин. Лестница же... А где лестница? Да ёпырыс это. Всё нормально. Вроде всё нормально вокруг нас. Ничего такого сумасшедшего я не вижу. Так. Вернуться в ту же пещеру. Ну, я помню, что мне для этого нужно для начала найти толчок. Во. Ну-ну. Затем идти сюда. Мы же здесь в прошлый раз спускались. Там была эта пещера. Это пока что самый ближайший путь. Давай. Мысоко он прыгает. Как бы не убийца, так. Я вижу твою вышку. Так что ты вроде как должна видеть меня. Да, достаточно хорошо. Ладно, идем в пещеру. Ну так вот, не знаю, хорошо ли такая работа. Ты же на природе живёшь. Вроде как. Ну, как я и говорил в самом начале. Что действительно работа для тех, кто хочет от чего-то уйти. Потому что это только так. Эта пещера закрыта. Это чтобы спеологи не погибали из-за того, как сперва взять ключи лесного у лесника. Логично. Хотя Доби сказал, что потеряла их три года назад, так что возможно её загадка останется под замком. Ах, чёрт. Ага, ну может быть ты отыщешь другую и... Дверь. Ну это такая удобная рядом с домом. Прости, Хэнк. Нужен ключ. Ну и чё мне делать? Где мне другую-то искать? Холодный туман. Пройти пещеру? Яну, наверное, сюда. Как бы пещера же здесь идёт. То есть, явно мне где-то здесь нужно идти, если я не ошибаюсь. Итак, я держался левее от пещеры, сейчас я прохожу через граммовую щель. Нет же здесь никаких проводов. О, не-не-не-не, похоже, ты повернул на восток озеро Джоси, тебе нужно идти от пещеры прямо на север. Понял? Прямо на север, говоришь? Ну я понял, куда. И сюда мне нужно. Так, ну вроде бы я у цели. Если не ошибаюсь. Где-то здесь должны быть провода. Сейчас найдём. О, вижу. Отлично. Туман. Ну вообще, нужно быть... Таким прям... Серьёзным парнем. Чтобы ходить по этому лесу. Стрюгнешь. Не так ли? Так, ну правда я вижу всё. Я вижу провод, о котором ты говорила. Отсюда кажется, что с ним всё порядке. Прослёгнуть долю в него до конца, если возможно. И можешь возвращаться, как только сообщишь, что всё хорошо. Понял. Ну идём. Вдоль неё. Сообщить, если всё хорошо. Так. Это что? Старый туалет, ну понятно. Так, нам идти сюда. Если не ошибаюсь. Эй-эй. Вижу. Вижу, он там порван. Понятно. Так. Сообщите. Чё нельзя? О, я вижу. О, я вижу. Ну идём. Просто идём тогда. Так. А мне не нравится, уже здесь пивные банки уже есть. Уже намёк на каких-то, на шкалоту. Какой-нибудь, которая здесь шлялась и... Ну да, банки под пиво и так далее. Да, проба здесь. Правда? Молодец, что заметил. Так, тут я пойду и проверю, что с ним. Чё там там говорил, я не успел даже понять. Я не жил, что здесь на английском будет. Как-то игра не очень хорошо переведена. Провод в этом месте определённо повреждён. Я его нашёл. Да, только вот... Не похоже, что это из-за ветра. Похоже, что его перерезали на Мерином. Полностью перерезаны, рядом куча пивных банок. Тех же, что пили те девчонки. Ещё они оставили на моём сообщении. Эти идиотки поплачутся. Плачутся. Они понимают, что из-за этого могут погибнуть люди. А что, если что-то случится с одним из моих дозорных, пока такое происходит? Не дай бог, в этот момент начнётся пожар. Что ты собираешься делать? Я хочу, чтобы ты их нашёл. А потом что? Не. Я так далеко не думал, хотя... Ну, правда. Всё, что приходит в голову, незаконно. Поделись. Даже так? Я пришёл сюда за глотком свежего воздуха и приключениями. Так, что там у тебя? Думаю, я просто хочу, чтобы ты нашёл их и испугал до смерти. Ага, я бы сделал страшный костюм призрака, но они украли моё бельё. Не знаю. Подожди, пока они уйдут, а потом... Разгроми их лагерь. Да так, чтобы девчонка-тинейджер убежал к мамочке и папочке. Я найду их. Спасибо. Но мне нужно повысить зарплату. Не надейся. Я бы вернулась к вышке и поискал что-то, что вывезти тебя к ним. Но они фантастические. Фанатки Red Arrow. Отлично. Попробуй найти путь, по которому они ушли отсюда. Может быть, они обогнули место с другой стороны в сторону озера? Сомневаюсь, что они будут там же, где и вчера, но они точно не могли уйти. Далеко. Ладно. Идём тогда отсюда. Ой, ё-моё. Ну, я спрыгнул вниз, а теперь не могу подняться обратно. Это незадача. Я могу продолжить путь, но решил предупредить нас в случае, если ты не следишь за страну. Надеюсь, это случится после того, как ты найдёшь этих за странок. Я тут подумал, возможно, тебе стоит вернуться туда, где ты их видел в последний раз. Это, наверное, было бы отлично. Идея, я знаю. Впрочем, как мне отсюда уйти? Иди. Ведь я заблудился. Ну, нашёл дорогу. Кстати, он был прав. Потому что единственный признак тот, что они любят этот Red Eagle. То есть мне следует просто идти по следам пивных банок. Ну, это было бы нормально. Давайте. Так, здесь я их не вижу пока пивные эти банки. Могу идти и пройти. Но мне что-то монету дойти. Что там такое? Ладно, давайте сюда пойдём. И обратно не поднимусь. Припасы региона Торфа, озеро Джонси, вышка, две тропы. Ну да, вернуться туда, где они были. Мне она предложила. Вот я вижу какие-то рюкзаки. Рюкзак. Здесь оставленный кем-то рюкзак. Он одном из подростков? Нет, не похоже, что его забыли о чём-то давно. Но ты всегда можешь проверить его на наличие. Смахнуть. Брайана Бодвина. Аппарат. Верёвка. У меня теперь завались верёвки. В рюкзаке её было в неплохом состоянии, кстати. Здесь так много верёвки, что я могу вставлять её на креплениях. Заценим, в рюкзаке я также был один из этих картонных одноразовых фотоаппаратов. В пленке ещё осталось? Ага, но всего два-три раза чё. Куда-то тянь. Спасибо, Брайан. Гудвину. Стоп, кому? На сумке была нашёвка с именем Брайан Гудвин. Ого. Ты его знал? Да, просто я не слышал этого имени уже несколько лет. Он что, был рейнджером? О, нет-нет-нет-нет. Он жил в двух тропах от твоей вышки. Своим отцом... Три года назад. Отличный памятник. Сюда разрешено приводить детей? Нет, я не гехиары. Приверженец правил. Они уехали в середине лета. Почему? Куда они ушли? Не знаю, я не очень общался со стариной недом, и в один день они просто пропали. Отстой. В общем, вот так. Разрекайся с камерой. Постарайся, я не снимаю чего-то, что травмирует работника в этот дом. Не знаю, мне предстоит долгий путь, могу заскучать. Мне тоже очень скучно, так что я составлю тебе компанию, пока ты ищешь. Тихо, фото пленок. Так. В общем... Что-то я хотел... Уже забыл. Так. Один, два... А, вот. По богу того, что она сказала, что они взяли и резко пропали. Может быть, они погибли? Не знаю. Там оборвана наверху веревка. Рюксак рядом. Она говорит, что они просто взяли и резко пропали. Это подозрительно. Фигненно. Так. Опа. Я вижу очень тонкий столб дыма. Да, я тоже увижу. Тоненький столбик дыма, как будто это новый пожар или костёр. Костёр? Думаешь, это они? Я думаю, да. Похоже, что к югу-западу от меня. Верно. Если пойдёшь к ручью Five Mile, ты попадёшь куда надо. Присматривай за этим столбом дыма. Дай мне знать, если он станет больше. Хорошо. Так. Ну, это явно нужно проходить через этот лес. Если не ошибаюсь. Угоревшее дерево здесь явно был падом. Ну, и весёленький же это задание. Заставить этого сраного кренделя поднять. Назад. Просите, крендель? Ну, ты знаешь, неудачник. Лох. Не очень, но теперь знаю. В следующий раз, когда ты будешь в баре, и какой-то банкир наступит тебя на ногу, пытаясь заказать свой отстойный мартини, тебе есть для него имя. Эй, крендели, почему бы тебе не занять очередь, пока я не вышвырзнул твою морду на помойку? Это прекрасно. Знаете, меня почему-то... Я, конечно, не знаю, но голос этой женщины очень сильно напоминает... Сейчас... Карлетт Йоханссон был. Может быть, я ошибаюсь, но почему-то очень сильно её напоминает. Так, ты разбил кому-то в колорадо сердце, когда устрелился на эту работу? Лично я решила не привязываться к кому-либо, кто будет ко мне скучать, хотя я немного... Сторона от этого. Не пойми, меня неправильно. Забочусь о людях и люблю дружеские отношения, как и все. Я вообще-то женат. Но ты здесь. Она больна. И меня не должно быть здесь, но я здесь. Я. Мне жаль, Генри. Чем? Расскажу проще. Хорошо. Но пока что ты здесь, и здесь хорошо. Но уход не всегда означает что-то плохое. Да, конечно. Послушай, мне нужно сделать одно дело, но я возьму рацию, хорошо? Да не за что. Геровка, кстати, очень хорошая. Спокойно. Спокойно могу. Лази туда-то сюда. Я... Не понял. Я просто сделал круг. Ну да ладно. Как бы шел по этому ущелью. Ну ладно. Вернулся обратно к ущелью. Вот что я хотел сообщить. Так. Я, кстати, потерял этот дым. Я заеду. Лихо-мух, это не есть хорошо. Куда он делся? Он был где-то в той стороне. Смогла она, чтобы я шел правильно. Хотя, в принципе, там от озера был как раз путь куда-то вправо. То есть сейчас я, наверное, правильно вообще иду. Я надеюсь. Уверен. Надеюсь. Молдка заиграл. Зачем так, грустно? Ну, как раз с эмэсом по себе такая. Грустно. Так что, почему бы и нет. Прочу говоря. Я потерял тот дым. Боже мой. Так. Сверну сюда. Болезнь твоей жены как-то светлась с тем, что ты взялся на эту работу? Или ты просто пал жертвой масштабной компании? Понятно. Это вопрос о том, как ты тут оказался. Я увидел вакансию в газете и решил, почему бы и нет. Почему бы и нет? У меня нет связей с жизнью. Лучше проведу уставшие годы в полном одиночестве. Что-то вроде. Не за события прошлого лета, финансирование лесной службы увеличило. И мы смогли позволить себе рекламу. Рады, что он сработал. Так. Старый свитер. Фигня как-то. Ого. Вижу, да? Ладно, я его не потерял. Но как я к нему попасть, я пока что не понимаю. Так. Сказать я ничего не могу по этому поводу. Ладно, направляюсь к нему. Я не на этом озере вчера их встречал? Что с ней? У меня были из нелизгеймеры. Деменция. Ого. Сколько их было? Сколько сейчас? Она жива. Живет с семьей в Мельбурне. Остроили ей 43. Охренеть. Да. Какое-то было, когда вы узнали об этом. Мы были напуганы до устрачки. После первого раза, когда я начал становиться хуже, мы просто приготовили ужин. И вели себя так, словно ничего не случилось. В конечном счете, болезнь стала невозможна игнорировать, и мы начали посещать доктора, и все это... Ее остановили диагноз, и мы оба были очень напуганы. Нельзя однозначно сказать, что Джулия страшна, она просто умолкает. Она была очень тихой. Она была очень тихой. Так. Я примерно представляю, как мне туда идти. Думаю, что здесь вроде бы где-то был спуск. Да? Дорога. Мне веревка была нужна. Она у меня как раз есть. Вот. А, вот, все-все, я уже испугался. Давай, спускайся. Отлично. Подоставлю так веревок, и потом нормально могу передвигаться. Совершенно замечательно. Так, выключи фонарик, у меня что-то работает за чем-то. Так, я возле дыма еще или нет? Понятия не имею. Использовать подаппарат. Все время мне предлагают зачем-то это сделать. Но нет. Не хочу пока тратить его. Господи, я явно заблудился. Так. Зато... Вижу ящик с припасами. Один. Два. Три. И четыре. Подношишка. Какие тут вообще припасы? Фу, для какого-то жаркого лета, как сейчас, это место выглядит совершенно пышным. Ну, должно быть, ты говоришь о осенном выращивании. Да, я кажется, именно здесь. Эти деревья, кстати, цельный организм чего-то там. Нет. Они распределяют воду между собой и таким образом могут выживать сотни лет, даже после пожара. Может, поверить, что тебе и вправду платят за то, что ты досудишь, так что, судя по карте, ты скоро выйдешь к ручу, который отведет тебя к месту, где мы видели дым. Да, иногда они быстро говорят, я не успеваю их прочитать. Надеюсь, это что вы успеваете. Здесь явно красиво. Здесь рядом очень красивый водопад. Учитывая любовь к девчонкам к купанию... Думаю, здесь кусок ткани. Здесь какая-то тряпка, похоже, что ее откуда-то вырвали. Странно. Я продолжу осмотр. Вообще, я потерял этот дом. У меня на карте была отметка, куда мне идти? Самое главное, где я? Здесь нужно найти теперь мне источник дыма. Сохранение. О. Я вижу лагерь. Кажется, они разводили огонь. Это точно они? Похоже на то. Готов покляться, они притащили сюда четыре ящика. Выследи их. И не дай им себя обнаружить. Ну, работенка. Выследи их. Легко сказать. Их палатка выглядит так, будто ее пропустили через... Понятно, откуда тряпка. Кто мог такое сделать? Медведь или я? Знаю, звучит безумно. Это мог быть олен в аппите, который запутал. Кто бы это ни был, он себя это не пожалел. У тебя есть фотоаппарат? Было бы неплохо сделать несколько снимков, на всякий случай. Да, хорошо, иди. Хватит. Хватит. Лописка. Дорогой псих, я надеюсь, что ты доволен. Мы уходим и обратимся в полицию. Или куда-нибудь еще искажем им, как ты напугал нас на озере. А потом пришлем и разрушим наш лагерь. Из... Так. А потом пришел и разрушил наш лагерь. Испортил все наши вещи. О. А вырывать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийца. И точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, ты фейерверки... Да вы стоили. Хрен. Так. Это очень странно. Закрытие. Их здесь точно нет. Откуда ты знаешь? Девчонки оставили кому-то мне, наверное, записку. Что они сказали? Они угрожают вызвать полицию, потому что думают, что я на них напарил. О мой бог. Так... И это правда? Нет, я этого не делал, ясно. Кто-то или что-то разрушил лагерь, но это был мини. Потому что я тебе говорила напугать их, а не нападать. Нет, конечно, это не я. Я просто выбросил их магнитофон в озеро. Да. Для этого я все это сделал. Это, не знаю, чертовски странно, но это был не я. Хорошо, я тебе верю. В лесу случается странность. Это могли быть и другие туристы. Их мог бы жуткий приход от грибов. Мы не знаем. Они ушли. Отсюда нельзя вызвать попов. Они не вернутся, а мы можем начать работу. Я бы уже хотел начать наслаждаться таким летом. Да, я тоже. День третий. Вот такие его дела, между прочим. Очень даже все странно как-то. Не находите в этом? Я лично нахожу. Найти доски для ремонта окна внизу. Где они? Будем их искать бы. Понятия не имею. Давайте спустимся и посмотрим. Генри? Да? Эм... Как ты выглядишь? Почему ты сбрэшиваешь? Потому что я всегда... Сужу поверхности. Меня вечно путают с Бёртом Рейнольдсом. Ох, неужели? Кринчины говорят, что у нас похожий набор ферментов. Ага. Ты первый спросил. Отлично. Начало. Так, посмотрим. Насколько мне видно, ты белый парень в шортах. Сейчас жарко. И, кстати, возможно, я не белый. Знаешь, это не очень поликаретно и... Как там говорят. Господи, да ты... Белее белого. Мне для этого не нужна подзорная труба. А что ты обычно носишь, когда ты не шортах? Не знаю. Я стараюсь выглядеть хорошо, как правило. Но сейчас стараюсь, как мне кажется. Тебя был период неряшливости. Ого, лет 25-30. Но теперь ты надел чистую рубашку. Да, ту, что мне подарили на божество. Напростая, синяя с белыми пуговицами. Но мне нравится. Хотя я не с честным ушел. Ну, че это я? Теперь опиши мне свое лицо. Я смотрю на тебя за стойкой, Бара. Что я вижу? Довольно густую бороду. О, у тебя все гребла борода? Довольно долго, да. Ладно, хорошо. Я хочу знать про твои глаза. Ты серьезно? Я тебя рисую. Мне нужно знать. Ты что? Ты не возражаешь? Не отвечай. Я все равно буду это делать. Хорошо. Твои глаза, опиши их. Они счастливы, я думаю. Мне так говорили. Тебе так Джулия говорил? Слушай, я не знаю, как описывать глаза. Счастливый взгляд. Это хорошо. Хорошо. Окей, поняла. Спасибо, Генри. Ты получила то, что тебе было нужно? Ну, несомненно. Так, еще доску нужно найти. Я тебе еще пару досок. А где их возьму? Пару. Ну, да, здесь где-то две доски как раз хватит. Ладно. Я не знаю, правда, вообще, где их искать. Даже представления не имею. О, нет, это не доска. Кран. Как бы спустился, увидел одну доску и все. Бля, хэмхоя, где меня действительно искать? Я даже представить не могу. О, нашел. Так. Ну, там шла речь о том, что спуститься и найти пару досок. Так что, явно не где-то здесь будут. Но рядом больше нигде. Где у нас еще есть, помимо вышки, валет, какой-нибудь еще такое, знаете, скажем, ну, здание, прикрученное рядом помещение? Так, бегаю вокруг. Отлично, пару досок. Знак тропы. Ладно. Понятия не имею, где мне взять еще доски. Давайте пойдем эту поставим. Может быть, они как-то рандомно потом появляются. Я же взял одну, потом как-то быстро нашел вторую. Может быть, этого хватит, это просто некорректный перевод. О том, что мне говорится, бляхо-мухо. Как я так не видел. Так, у нас одно, только разбитое окно. Я наделал окно. Что мне теперь делать? Что дальше? Что теперь? А как ты думаешь, что теперь? Это ты мне давал задание два дня подряд. Теперь ты сидишь в этой комнате до первого сентября и связываешься со мной при первых признаках пожара. Ах, да? Почему бы тебе сказать, что ты морально готов к этому заданию? Окей, я думаю, я готов к удовлосрочной ответственности по защите этого национального леса тотального разрушения. Я рада слышать, что ты действительно это обдумал. Конечно. Мы даже видели тебя... Удобный стол. Знаешь, они не особо удобны. Деревянны, без обивки. Кажется, сегодня утром я засадил бедро за ногу. Тем не менее, присаживайся. Судьба леса в твоих... Ух ты, день девятый. Как быстро, да? Я думал, здесь каждый день будет... идти. Ладно, присели. Значит, до девятого дня у нас вплоть до ничего интересного не было. Привет, Генри. Хорошо проводишь день? Так. Да, отлично. Неплохо. Я скоро здесь освоюсь. Мило. Послушай, я звоню с плохими новостями. Две девушки Челси и Стивенс и Лили Макклэн объявлены пропавшим без вести. Родители в Калифорнии делю от них ничего не слышали. Они должны были встретиться со своей тетей в коде. Если эти те девушки, которые мы разбирались на прошлой неделе, то, скорее всего, все очень плохо. Я им ничего не сделал. Только разрушил их личные вещи. Только их магнитофон. Не надо вставать в оборонительную позицию. Слушай, это не должно быть проблемой, если, конечно, их не найдут мертвыми. Тогда возможно. Может мне ничего не говорить и тем самым избежать проблем? Да, не надо. Я тоже так думаю. Хорошо, Генри, спасибо. Наслаждайся законом. Малеха. Ух ты, блин, день пятнадцатый. Ну да, он же тут до первого сентября, в принципе. О чем идет речь? Генри? Генри, проснись. Вставай с кровати, возьми рацию. Так, друзья. Походу, она что-то хочет нам сообщить, но как бы там ни было, сейчас мы над этим эту серию закончим. Продолжим следующее. Пока что, с вами был канал Блэк Хоррор. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok